16+. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает сегодня Леонид Зильберг, издатель портала 7 на 7. Леонид, добрый день. Добрый день. Вот вчера вышла первая новость, которая говорит о том, как теперь Роскомнадзор применяет закон об оскорблении величия. Устоявшееся название этого закона в прессе. Что произошло в Ярославле? В Ярославле местные СМИ написали новости о том, что на одном из административных зданий возникла надпись со словом «Путин» и определенной оскорбительной характеристикой по отношению к этой фамилии, к этому какому-то человеку. Дальше Роскомнадзор позвонил в СМИ, и, как они объяснили в целях профилактики, попросили удалить эти новости, что и было сделано. Возникла дискуссия, насколько правомерно поступил Роскомнадзор, следовало ли это делать именно так. И дальше, естественно, на разбор ситуации. Пойдет ли Роскомнадзор дальше, или вот такой профилактической работой будет заниматься постоянно? Насколько нужно заниматься такой работой по отношению вот к такого рода новостям? Пойдет ли дальше, пойдет, конечно, потому что не для того ружье на стенке висит, чтобы оно не выстрелило. Другое дело, что будет применяться это точечно, как у нас вообще любят точечные репрессии. Ну а то, что произошло вчера, это, в общем, даже для этого и закон, это никакого не нужно было. Один из первых крупных штрафов, который обрушился на 7 на 7, был за то, что мы опубликовали материалы о свастиках, нарисованных на дверях еврейского центра. И этими же свастиками нас и опустили там на несколько сот тысяч рублей, между прочим. То есть на вполне значимую сумму. Роскомнадзор – это орган, который, в данном случае, даже если исходить из прямого понимания вот этого закона, то они борются не с оскорблением величеств, а с информацией об оскорблении величеств. То есть не нужно информировать людей, что кто-то кого-то, значит, оскорбил. Но это уж совсем смешно, если бы не было так грустно. Ну и все-таки ваши ощущения, вот вы говорите, что точечно будет применяться закон. Каким конкретно СМИ, вы думаете, будет особое внимание у Роскомнадзора? Значит, в этом году они опробовали несколько, вот несколько кейсов было такого вот лобового нападения на СМИ, когда хотели СМИ с помощью крупных штрафов уничтожить. И это коснулось как раз нашего СМИ. Мы были, наверное, первыми. Нас оштрафовали за интервью, в котором, значит, человек порассуждал о разных способах борьбы с наркоманией, в том числе, значит, о легализации легких наркотиков, за что мы были оштрафованы за пропаганду наркотиков на 840 тысяч рублей. Ну, значит, и следующий кейс был... New Times. New Times, значит, у Евгении Марковной Альбац. Ну, там был уж совсем серьезный штраф на 22 миллиона. Ну и что они увидели? Они увидели, что такие прямые атаки, они, значит, бессмысленны, и даже наоборот, скорее, контрпродуктивных с точки зрения, потому что в результате деньги были собраны, там у нас вообще за 24 часа, у Жени, значит, было собрано там за 5 дней. Ну, в общем, и в итоге... Невыслимая сумма, 21 миллион. 28 миллионов. 28 миллионов. Она собрала в итоге 28 миллионов. Мы с ней в ВКонтакте очень... Значит, поскольку общие проблемы, значит, мы с ней очень хорошо это обсуждаем. И, в общем, как бы и мы, и они стали сильнее, да? Поэтому тут будут выбираться какие-то вот истории, значит, там, где они будут видеть там слабое звено какое-то, где действительно можно обрушить там что-то. Или, значит, это будет применяться не столько против СМИ, сколько против конкретных людей, которые вот... Значит, в общем, я думаю, что это будет применяться точечно и, наверное, более продуманно, потому что какие-то выводы они из всего этого сделали. Как мы видим, в общем, больше таких кейсов не было. Да, потому что, ну, это послужило, в общем, в совершенно другую сторону сработало. А вот сам метод, который они применили в Ярославской области, просто звонки с предупреждением, он достаточно мягкий такой, да? Даже дружественный, я бы сказала, в отношении к СМИ. Ну, это, в общем, так всегда все начинается, да? Вот, значит, это такое успокаивающее поглаживание, прежде чем сильно укусить. Ставить укол. Да, значит, но обольщаться не надо. Напоминаю, что это особое мнение Леонида Зильберга. И сразу же скажу, что вы приехали сюда по разным всяким делам. Но сегодня вечером состоится на Ленина в культурном центре «Пятый этаж» дискуссия, где вы должны сразиться с Дмитрием Русских по теме, кто лучше, там, варяги или не варяги, назначенные губернаторы или избранные председатели правительства. Не очень, честно говоря, до сих пор понимаю, о чем будет идти спор между вами, но, наверное, сформирована какая-то позиция. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что все welcome в 6 часов вечера на Ленина 119, если мне память не изменяет. Я сейчас проверю в течение эфира. Но культурный центр «Пятый этаж» можно найти в интернете. К нему вернемся в конце программы. А вообще я бы хотела с вами поговорить о центре «Револьт-центр», который буквально на днях открылся в Сыктывкаре. Это такое новое культурное пространство, которое, как говорится в релизах, в коме открылась демократическая площадка для творчества, свободы мысли и слова. И кофе. И кофе. И тут вот, когда связываешь с новым законодательством и особо пристальным взглядом, который есть к семеркам, например, а вы организатор этого пространства, будут ли в этом центре какие-то конкретные ограничения по работе? Устанавливаете ли вы какой-то устав? Заходя в этот центр, имейте в виду. Стоплист, да. Да нет, в общем, не устанавливаем. Но, конечно, мы не собираемся сильно политизировать этот проект. Значит, наша задача... Смотрите, мы давно уже ее формулируем, и это очень важно. Мы считаем, что гражданское общество вообще в стране чрезвычайно слабо. И одна из причин этой слабости – это крайняя ограниченность так называемых доступных публичных общественных пространств. Значит, их очень мало в стране. Если посмотреть, как развивалось гражданское общество, тоже земство в начале 20-го века, в конце 19-го века, значит, вспомните, что у дворянства были прекрасные особняки, в которых были бальные залы. То есть практически в каждом нормальном доме можно было собрать сотни людей для любого мероприятия. Значит, сейчас, если взглянуть, вот окинуть взглядом нашу страну, у нас же чрезвычайно мало просто таких вот вещей, там, не знаю, частных музеев, частных школ, частных стадионов, частных библиотек, частных... То есть все это так или иначе либо государственное, либо аффилировано с государством, либо аффилировано с олигархами, которые аффилированы с государством и так далее. Значит, и вот прежде чем говорить о том, чтобы вот эти вот самые гражданские институты серьезно развивались, нужно, собственно говоря, знаете, как в анекдоте, купите лотерейный билет, в конце концов. То есть не растет ничего, цветочков не растут, так сказать. Так сделайте клумбу. То есть мы хотим сделать клумбу, чтобы потом на этой клумбе что-то росло. Значит, и таких клумб мы, честно говоря, думаем сделать не одну. Ну, вот в Сыктывкаре мы, да, действительно открыли, значит, вот это общественное пространство. Оно названо в честь замечательного совершенно ученого, диссидента, математика, писателя, историка Револьта Ивановича Пименова. Я имею честь быть его подвижником, доверенным лицом, значит, там, организатором его избирательной кампании, когда он стал депутатом российским. К сожалению, он очень быстро ушел, но человек был совершенно выдающийся. На мой взгляд, в коме более выдающегося человека не было. Значит, его математические работы, ну, я не математик, мне сложно оценить, но сам факт, например, так сказать, вскрывшейся недавно переписки Пименова, это в 70-80-е годы со Стивеном Хокингом, содержательной переписки, которая там длилась, там, ну, не один год, тоже о многом говорит. То есть это создатель геометрических миров, крупный математик, крупный ученый, вот и в своей области, значит, друг Академика Сахарова. В Сыктывкаре он оказался не по своей воле, как понятно, значит, он был в ссылке. Но в Сыктывкаре были созданы его основные работы и математические, и в области истории, у него есть пьесы. Удивительно, значит, что, это вообще мало кто знает, это первый в России переводчик Хоббита. Вот, это совершенно, так сказать, закрытая история. То есть никто, это сейчас мы знаем все, да, про Хобби, про, значит, Толкина, про Властелина колец и так далее. В те годы мы не знали ничего, а он тогда уже об этом знал и переводил его. Ну, он вообще вводил более чем десятками языков, то есть человек был абсолютно уникальный. Чуть-чуть подзабыт был, но мы решили, что такого безобразия быть не должно. Мы о нем вспомнили, у нас будет экспозиция, связанная с его именем. Хотя нельзя сказать, что центр будет посвящен ему, значит, но не столько ему, сколько духу, вот, свободному, мятежному духу револьта Пименова, револьт, значит, в переводе, значит, мятеж, вот, значит, в культурном смысле, да, значит. Основная цель этого центра просветительская? Да, просветительская, значит, ну, у нас есть такой, слоган, значит, кофе и искусство общения, да, значит, вот, револьт-центр кофе и искусство общения. То есть это место, где, значит, предполагается интересное общение, выставки, конференции, спектакли. Там, ну, там есть зал, который позволит собрать, там, не знаю, до 150 человек. Ну, и сейчас уже очень активно у нас пошли мероприятия, у нас там сейчас, значит, выставка уже прошла одна, прошла наша, собственно, конференция 7 на 7 общая, федеральная, а у нас уже по стране уже до 80 человек работает, можно отдельно об этом рассказать. Значит, сейчас там тренинг групп таких, феминистических групп таких. Вот, в общем, там такая уже своя хорошая культурная повестка, и, в общем, я смотрю и радуюсь. В Киров вы приехали в том числе и с этой целью? Присмотреть здесь помещение для подобного центра? Да, мне, ну, в Кирове все немножко интереснее, да? И мы расскажем сейчас об этом через полминутки. Немножко интереснее, потому что Киров, в общем, конечно, хочу сделать комплимент вашему городу, так сказать, здесь такой свободный дух витает, вот, я чувствую себя здесь очень хорошо, и здесь действительно несколько подобных центров есть. Да, чем будет отличаться ваш, через полминутку мы поговорим. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. «Особое мнение» высказывает Леонид Зильберг. Мы заговорили о демократических площадках для творчества, свободы мысли и слова. Первое вот сейчас силами Леонида, сотоварищей, да? Сколько вас там организаторов этого центра? Ну, у нас много. Ну, самое главное, надо назвать Павла Андреева, директора «7 на 7». Да, и, ну, вообще, на самом деле, в проекте участвует. Чем вообще интересно, значит, у нас же такое содружество из разных городов. Причем Киров играет просто, так сказать, подавляющую сейчас роль. То есть, если мы начинались как центр, значит, начинались как СМИ, там, больше Сыктывкарская, то сейчас самая основная часть команды в Кирове у нас. Вот так вот. Имейте в виду, какой потенциал вообще кадровый в Кирове. Мы говорим об этом. Вот открылась эта площадка уже в Сыктывкаре. Официальное открытие будет в июне, но сейчас уже запускаются мероприятия там на этой площадке. Вы сказали, что у Кирова еще больше потенциал для открытия подобного пространства, для творчества свободы мысли и слова. Хотя такой нежный достаточно у вас слоган «Кофе общение». Да, но тем не менее, рассуждения, споры и дискуссии о том, есть ли у нас гражданское общество или нет, и что нужно сделать, чтобы оно там возрастало, и люди осознавали свои гражданские права, это достаточно серьезная задача. Вы видите потенциал в нашем городе. Люди, которые будут организовывать подобную площадку здесь, это люди местные или это люди из 7 на 7? Что сейчас вообще вы делаете? Ну, местные из 7 на 7. Тут ситуация такая, что мы, наоборот, ваших людей сейчас экспортируем, импортируем к себе, чтобы там нам что-то делали. Поэтому своих мы точно привозить не будем. У вас тут хорошие силы есть. И вы сами сказали, что в Кирове есть несколько площадок, которые как минимум творчеством занимаются и непосредственной работой. Одна из моих задач сегодня – пройти по этим площадкам, посмотреть. Ну, на одной я вечером буду выступать, а еще вторую посмотреть, потому что, да, у вас хороший в этом смысле потенциал. Я хочу понять, насколько это подходит для наших целей, нужно ли нам что-то здесь делать самим. И, ну, в общем, тут есть о чем говорить. Нам логистически интересно было бы построить вдоль трассы, условно говоря, Сыктывкар, Киров, Йошкарала, вот в этих трех городах как минимум построить такую вот ось, по которой можно было бы возить там выставки, концерты исполнителей, лекторов, журналистов там и так далее. Поэтому Киров, конечно, логистически нам это было бы очень интересно и удобно. Потенциал, который «семерки» накопили за эти годы, вы хотите его теперь вот вживую, да, из портала, собственно говоря? Собственно, мы всегда ведь… Если зайти вообще вот в шапку нашего портала, и там можно прочитать, что мы медиа-общественный проект. Мы никогда не отсекали для себя оффлайн. Мы всегда воспринимали, значит, себя как общественный проект. И это наш ответ на вот эту всю историю с фейк-ньюс. Почему фейк-ньюс? Что такое фейк-ньюс? Мы должны быть где-то вот присутствовать в общественном пространстве, быть понятными читателями и никогда не ассоциироваться ни с какими фейк-ньюс. Для этого нужно присутствовать. Надо развиртуализироваться, надо быть в конкретном городе, так сказать, и присутствовать в нем. Леонид, несмотря вот на то, что вы так уверены говорите об открытии этих площадок, мы понимаем и сами обозначаете пристальное внимание различных органах к порталу 7х7, в Сыктывкаре не было какого-то противодействия, когда вы открывали эту площадку? И не опасаетесь ли вы, что будет такое противодействие, и вам, например, где-нибудь, например, в Кирове, такую площадку не дадут открыть? Ну, все возможно. Но если исходить постоянно из каких-то опасений, ответ же ведь очень простой, тогда нужно уезжать просто-напросто. Если в стране нельзя ничего делать, тогда, значит, невозможно же ничего не делать. Но поскольку никто из нас уезжать не собирается, и все мы вообще являемся патриотами своих городов, и хотим наладить в них какую-то нормальную жизнь, и верим в это, поэтому мы будем что-то делать, будем ругаться, будем бороться, будем собирать деньги, будем устраивать краудфандированные компании, если нас будут штрафовать, будем отстаивать свои права, будем судиться в Европейском суде, будем ходить на митинги, но мы будем. Мы все равно будем, мы есть, мы никуда не денемся. Задача этих центров, в том числе, конечно же, развитие гражданского общества в России, как бы это пафосно ни звучало, но, тем не менее, этим мы занимаемся на протяжении скольких уже, почти трех десятилетий скоро, и в это гражданское общество каждый раз припечатывается разными специалистами, в том числе и демократами, и либералами, о том, что у нас и зачатков-то, собственно говоря, нет, а мы тут пытаемся сеять некие общеевропейские и общемировые человеческие ценности. И говорят сейчас о том, что вот гражданственность наша начинает вырастать из такой вот дворовой демократии, дворовой гражданственности, всякие проекты по благоустройству и прочее. Я думала сначала, что к этому несерьезно относятся люди, которые вышли там из 90-х, те, кто строил или пытался строить новую Россию. Однако они сейчас тоже говорят, что это большая сила, и что эта сила может быть как раз подспорьем для того, чтобы люди осознавали свои гражданские права. Вы тоже в это верите? Конечно. Собственно говоря, любая там общественная деятельность, она начинается там со своего подъезда и со своего двора. Нет, тут нет никаких противоречий. Я не вижу. Смотрите, значит, сейчас вот основное движение, которое есть в стране, это движение там против мусорных полигонов. Да, но ведь это же, по сути дела, это же, в общем, что такое мусор? Мусор начинается с мусорки, которая у тебя во дворе, и потом превращается в гигантский полигон, который отравляет десятки квадратных километров. Нет никакой границы между... Граница находится внутри каждого человека. Готов он хоть что-то сделать для того, чтобы его жизнь стала чуть-чуть лучше, или не готов. А масштабы этой деятельности, они растут по мере осознания человеком его возможностей на что-то повлиять. Скажите, вот на ваши дискуссии и в ваш центр, как вы думаете, будут приходить в основном гражданские активисты, или есть достаточное количество людей, которые работают, например, в вузах, и тоже готовы участвовать в дискуссиях и нести какую-то свою гражданскую позицию в общество? Да. Зачем есть ощущение, что в образовательных учреждениях сейчас они закрываются несколько? Да, есть ощущение, что их пытаются закрыть. Там не столько они закрываются, невозможно никого закрыть. У нас есть и блогеры, прекрасные учителя, и директора школ на сайте. Но то, что их пытаются там запугать... Вот сегодня мы тут обсуждали замечательный совершенно вердикт какого-то вашего чиновника, Министерства образования, о том, что... Министерства образования, да, который запретил своим сотрудникам общаться с прессой. Он вообще Конституцию России читал иногда. Надо сказать, что люди до сих пор воспринимают этот документ как руководство действия, как нам говорят. Вот это только говорит об адекватности. Такие попытки были, есть и будут. И они безуспешны, они будут все отбиты, и все это абсолютно бесполезно. Учителя такие же люди. Я сам из семьи, где были почти все учителя, и отец, и сестра, и заслуженные учителя России. И, значит, люди, все это люди, так сказать, мыслящие, свободомыслящие. Да, такие, как бы, вот, зачастую битые жизнью, да, зачастую, так сказать, где-то чем-то и напуганные. Но только до определенной степени. Вот, потому что... Вы сказали ключевую фразу, не надо политизировать этот проект, этот проект просветительский. Просветительский, да, нет, ну, политику я понимаю, так сказать, самым прямым образом, да. Мы никуда не баллотируемся, значит, мы не устраиваем там мероприятия каких-то партий, там ничего этого у нас нету, и цели такой нет. Вот, а все остальное, это гражданская жизнь, и она должна идти, собственно говоря, только она и может вытащить страну из какой-то, из кризиса. Рабочее название для такого центра в Кирове есть? Рабочее название – это интересный вопрос. Значит, мы, вот, я тут запустил одну такую фишку, и хочу услышать, что мне скажут, как бы, вот, радиостанции – хорошее место для того, чтобы понять, как на это прореагируют. Вот, если бы в Кирове появился Никита-центр, что бы об этом сказали кировчане? Я пока не знаю, но мне интересно. Ну, мы приглашаем, кстати, наших слушателей сегодня вечером в культурный центр «Пятый этаж», где они смогут сказать, что они думают по поводу Никиты-центра в городе Кирове. Еще раз в 6 часов вечера, в 6.30 начнется эта дискуссия, культурный центр «Пятый этаж». Мы сейчас прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Я за это время пытаюсь найти адрес, потому что я знаю, где он находится, сама туда хожу, но адрес еще раз слушателям напомню. Продолжается программа «Особое мнение». Леонид Зильберг сегодня высказывает свое особое мнение. Так вот, Никита-центр, как вам, кировчане, если такое общественное пространство для просвидетельских лекций, выставок, дискуссий откроется в городе Кирове? Вы сможете сегодня высказать свое мнение по этому поводу непосредственно лично Леониду Александровичу на Ленина 119, в 18.30 начнется дискуссия. Там будет еще Дмитрий Русский, будет дискутировать насчет того вообще, кто лучший управленец для региона. Может быть, даже для Кировского региона, я не знаю. Но вы, конечно, не просто так обсуждаете название «Никита-центр». Вы какого Никиту имеете в виду? У меня много знакомых Никит, но, естественно, мы помним Никиту Юрьевича Белых. Ну, так мы тоже помним Никиту Юрьевича Белых. Но вообще, пусть каждый выбирает себе Никиту по душе. Например, у нас на 7 на 7 работает совершенно прекрасный Никита Пивоваров, который занимается всем видео у нас. Это тоже наш человек. Это тоже ваш человек, об этом наш человек. Никита Юрьевич, кстати, говорит. Никита Юрьевич, да, совершенно прекрасный. А у нас тут кафе рядышком Н.Ю. Он может царить в этом Никита-центре. Там все будет везде, все будет в экранах, где будут идти его видео, так сказать, пожалуйста. Ну, а кто-то может подумать и на другого Никиту какого-то. Я, например, очень хорошо отношусь к Никите Сергеевичу Хрущеву. Считаю, что самый недооцененный персонаж вообще советской истории. И вообще, то есть, очень много, очень сильно оболганный, как бы, и все самые лучшие достижения произошли при нем. Поэтому там Никит много. Не помню, кто говорил из наших спикеров в последнее время, кто-то говорил из приезжих, что главное событие и главная персона, которая явилась в нашем регионе в свое время, это господин Герцен. Герцен. Вот наше главное достояние. У нас много, на самом деле, кого можно назвать. Можно по этому поводу тоже подискутировать. В конце будет сегодня на вашей встрече на пятом этаже в творческом центре. Что касается людей, которые работают на портале 7 на 7. Вот вы сказали, что сейчас самая большая команда, это из Кирова, журналистов. Ребята, которые работают на 7 на 7, это довольно молодые люди. И совсем молодые люди. Я просто со многими дружу на Фейсбуке и наблюдаю, как они развиваются. Для меня скорость их развития, она какая-то просто непостижимая. Как вы находите этих людей? Что в них такого заложено, что они действительно способны делать материалы очень высокого уровня? Вот совсем недавно вы занялись еще и расследовательской, и журналистикой. Вышли первые материалы региональной короли госзаказа. Очень серьезные, важные материалы. Как вы их ищете? Кто они? Кто это молодое поколение журналистов 7 на 7? Да они сами, скорее, нас находят. Это люди, которые приезжают на наши баркэмпы. Слушатели, наверное, знают, что у нас каждый год есть мероприятия в Кирове и в Сыктывкаре. Значит, Кировский баркэмп, Сыктывкарский баркэмп. В этом году будет еще Петрозаводский баркэмп, Ярославский баркэмп. Это люди, которые дружат с другими нашими. В общем, мой принцип очень простой. Я не мешаю людям работать. Знаете, я самый возрастной в этой команде, но работают у нас нашему директору недавно. У него был очень большой юбилей, ему исполнилось 30 лет. Мы были поражены. Да, значит, я сам был поражен. Нашему главному редактору, может быть, на год больше, Соня. И так далее. Остальным еще нет 30. То есть это 20-летние девочки, мальчики. Совершенно прекрасные, совершенно умные. И я очень горжусь тем, что я им не мешаю. Я вот нашел какое-то количество людей. А дальше они как-то размножаются почкованием, находят друг друга, общаются. И возникает совершенно прекрасный молодой коллектив, который, да, очень быстро развивается. Потому что у нас, несомненное наше достоинство, это вот наша межрегиональность. У нас, значит, такой широкий общероссийский кругозор. У нас нет вот этих вот узких каких-то местнических границ. У нас люди переезжают там из города в город, в том числе, работать. Сейчас вот ваша Даша поедет работать. Она ее. Да, значит, там у нас работает девочка из Мурманска. Ну, точно так же, значит, наша девочка приехала в Киров работать сюда, Катя. В Клебцниковске. Да, и то есть вот у нас такое вот бронанское движение, значит, и это вообще, по-моему, прекрасно. А забавно, вы знаете, такое небольшое лирическое отступление. Забавно видеть, как молодые люди, в частности, там Даша, приехав в Сыктывкар, шлет оттуда, значит, фоточку с грустным лицом и говорит, что она грустит о Кирове. Вот она приехала. А Катя, в свою очередь, скучает о Сыктывкаре. Вы понимаете, когда говорят о том, что все молодые люди, без исключения, стремятся куда-то в центр, в большие города, я вижу по вашим журналистам, что ничего подобного. Люди скучают по своим городам и хотят писать про свои города и возвращаться туда. Совершенно верно. И что-то менять-то. Значит, смотрите, значит, у нас было заложено несколько таких, не знаю, идеологем, что ли, да? Значит, идеологема номер один. Пространство свободное от государства. То есть мы вот ушли от этого вот давлеющего, так сказать, которое мешает работать. И журналисты приходили к нам на меньшую зарплату зачастую из государственных СМИ, так сказать, вот за это его свободой и развитием. И они это получили. Это первое. Второе, значит, мы, значит, постулировали, что это мы горизонтальная Россия. Мы свободны от вот этой вот давлеющей в стране москвоцентричности. Поэтому у нас нет ни москвоцентричности, ни сектовкароцентричности, там, ни кировоцентричности. Мы полицентричны. Мы размазываем и органы управления своего. У нас, значит, редакция, там, один редактор в одном городе, другой редактор в другом городе, бит-редактор в третьем городе, значит, бухгалтер в четвертом городе, директор в пятом городе. Значит, это совершенно новый подход вообще к управлению, к устройству жизни, и это настолько классно, это настолько всем нравится и интересно, что это очень притягивает. И это объединяет, на самом деле, вот что объединяет людей из разных блоков. Нас, кстати, надо сказать, что Дарья Ананева придет к нам в понедельник в программу «Дневной разворот», она расскажет о своей поездке в ШС, где идут очень серьезные сейчас события, местные люди протестуют против строительства мусора, чего там, сортировки, захоронения, полигона, непонятно чего, их не пускают, даже журналистов не пускают внутрь этого большого ангара, в котором понятно, что творится. Она придет нам и все это расскажет. И это достаточно опасная ведь, на самом деле, работа, потому что там вот на грани буквально столкновений все происходит. Да? Ну, что сделать? Я говорю сейчас о кропотливой подготовке журналистов, которую приходится проводить для того, чтобы они знали, они знали и свои права, и права той стороны, и знали, как реагировать на эти ситуации, потому что мы, кто живем, большинство из журналистов, которые находятся в регионах, они, в общем, даже не выезжают из региона. А этим молодым людям нужно не просто проявлять какую-то активность и смелость, нужно быть очень грамотными. Нас консультирует лучшая команда медиа-юриста в стране, это команда Галина Араповой, и многие, конечно, знают. Центр защиты права в мире. Да, значит, и мы просто, значит, мы непрерывно проводим эти семинары и вебинары, они непрерывно к нам приезжают, мы сами непрерывно ездим. Сейчас в Сыктывкаре, кстати, вот на базе нашего револьт-центра, 11-12-го будет очередной семинар там с участием Галины Араповой. Значит, юрист наш, кстати сказать, вырос здесь у вас, тоже превратился, превратился, он, значит, со своей дотошностью, вредностью, там, невыносимым характером стал прекрасным вообще, так сказать, юристом, вот ровно то, что нужно, так сказать, многие знают Артура. Абашева имеете в виду? Абашева, Абашева, да, совершенно прекрасно. Он тут проконсультировал даже партии у нас по поводу нового закона, который пытались принять в ОЗС по ограничению мест проведения митингов, шеста и так далее. Прямо у нас в прямом эфире разъяснил, что те, кто из партийцев и депутатов возмущается по поводу запрета пикетов, так вот этого там нет, сказал ваш юрист. Ну, такой хороший разбор взял в немном развороте. Я хочу признаться, что я его когда-то на дух не переносил, но сейчас я признаю. Но вы были не один. Я был не один, да, но он прекрасен. Артур, ты прекрасен. Привет, Артур. Да, прекрасно. Возвращаемся к дискуссии, которая состоится сегодня вечером еще раз на Ленина, 119А, в культурном центре 5 этаж. Там вы будете дискутировать с бывшим депутатом областного законодательного собрания Кировской области, дважды депутатом Дмитрием Русских. И дискуссия маркируется следующим образом. Политики или назначенцы? Кто должен управлять, как должны управляться российские регионы? Ну, вообще, я не очень понимаю разницы между политиками и назначенцами, что имеется в виду. Вы понимаете? Да, конечно. Ну, в общем-то, я даже не столько склонен к дискуссии. Когда мы обозначаем губернатора, например, или председателя правительства. Не столько даже вот я сейчас склонен к какой-то дискуссии. Я хочу просто поставить перед обществом, в том числе вот обществом Кировской области, перед обществом в Коме, перед обществом Мариел, одну проблему, один вопрос. Значит, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, скоро накроется медным тазом. Что вы имеете в виду? Значит, вот эти случайные люди, которые поставлены управлять нашими регионами, они просто побегут, как тараканы. Прежде всего, губернаторов вы имеете. Губернаторы. А что им бежать-то? Их самих пачками просто вытаскивают и сажают. Пока да, но всего этого есть какой-то предел. То есть, во-первых, это давно уже превратилось в какую-то расстрельную должность, а потом они пока что испытывали давление только сверху. Понимаете, политик ведь отвечает за тем, что он способен выдерживать давление снизу. Этого давления еще как такового не было, так оно будет. Оно будет в таком масштабе и в таком размере, как бы. А сочетаясь вот с этим двойным давлением сверху и снизу, так сказать, да, я ожидаю, что просто вот будет там бегство этих губернаторов в какой-то момент, губернаторов и прочих случайных назначенцев. И мы, мы, гражданское общество в каждом регионе, останемся один на один со своими территориями, которыми мы, в общем, не умеем управлять. И вот это интересная проблема. И мы должны понять... Ведь, в общем, что-то подхожее было в начале 90-х, в конце 80-х. Тоже, значит, была растерянность абсолютно этой партии. Значит, они умели управлять там определенным образом и, в общем, не понимали, как управлять в новых условиях. И потом приходили разные люди там где-то, где-то там лучше, где-то хуже, где-то там случайные. Вот. И общество было совершенно не готово, да, значит, но есть несколько отличий. И вот об этих отличиях тоже хочется поговорить. Того периода и нынешнего. С одной стороны, тогда не были настолько дискредитированы, просто, так сказать, вот обнулены, что ли, институты. Существовали некие институты, которые, так сказать, продолжали работать. Кроме того, была неплохая конституция написана, которая декларировала наличие этих институтов. С другой стороны, не было, ну, то, что называется, что контр-элит как таковых. То есть вообще люди с опытом какого-то хозяйствования и хозяйственного управления водились только внутри там КПСС и внутри очень узкого слоя бюрократии. Общество не обладало вообще никакими нужными навыками. То есть сейчас, с одной стороны, институты абсолютно подорваны, их не существует. С другой стороны, большое количество людей, так сказать, прекрасных, которые прошли школу бизнеса и, значит, и, в общем, готовы к управлению любого масштаба. В этом разница. И, значит, хочется понять, как это вообще скажется на вот на этом самом переходном периоде, который, близость которого я ощущаю всеми фибрами души. То, что произошло в Кирове, называется это административной реформой. Вы об этом слышали? Губернатор Кировской области предложил депутатам, чтобы был председатель правительства. Сам он открыто говорит о том, что ему необходимо решать множество вопросов в Москве и его присутствие там необходимо в более частном режиме. А председателем правительства как раз предложил назначить местного человека, вышедшего из бизнеса. Вот это признак чего? Это признак того, что вообще губернаторы вообще сейчас просто не хотят появляться в своих регионах. И они просто днюют и ночуют в Москве, живут в Москве. И, значит, вот я иногда просто смотрю на губернатора Коми Сергея Гапликова и думаю, господи, ну как же ты страдаешь, бедный. Вот, ну вот просто, так сказать, каждый день пребывания в Сыктывкаре, для тебя же пытка. Ну вернись ты, вернись уже в родные пенаты. Ну а ваш губернатор пошел по пути легализации этого процесса, значит, он будет легально находиться в Москве, а здесь будет отдуваться местный. Без всяких прав, без всяких полномочий, без бюджета реального, без возможности вообще что бы то ни было изменить. Обложенный прокурорами и силовиками, значит, отдувайся, дорогой. Вот, это все закончится. Но какой срок вы даете? Ой, я сроков не даю, сроки дают другие. Мы всегда занимаемся прогнозами, ваш прогноз. Я чувствую дуновение, как бы, я думаю, что все это произойдет вот в течение вот этого текущего президентского срока. Совсем немного времени. Совсем немного времени. Ну, в общем, не так мало, это начался недавно еще. А народ-то готов? Нет, не готов. Вот я ровно об этом и хочу поговорить. Абсолютно не готов, как бы. Но мы с этим совсем столкнемся прям нос к носу. Вот-вот. Если люди будут не готовы, что может произойти? А может произойти. Ведь по сути, то, что не сложилось, то федеративное демократическое государство, которое планировали люди, которые в 90-х годах, в общем, все это совершали, как раз на неготовности не только элит, но и народа было завязано. Конечно. Но мы снова, мы... Мы что, сильно отличаемся? Мы в пятый раз первый класс называется, да? Вот мы снова сядем за парту, там уже, так сказать, ноги торчат там на полкласса, значит, там уже борода седая выросла, как бы. Вот мы будем снова сидеть за этой партой. Ну, а что делать? Будем. Спасибо, Леонид Зильберг. Это была программа «Особое мнение». Сегодня все желающие поговорить о том, кто лучше может управлять российскими регионами, политики или назначенцы приходят нам. Ленина, 119, в Творческий центр «Пятый этаж». Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Спасибо. Особое мнение на 101FM.